Куда-то пропали животные, перегонять телеги стало проблематично, потому что кто-то, кто-то из отряда Готика нападает вечно на ваши торговые повозки. Для того, чтобы этого избежать, можно создать соло-сессию. В этом видеоролике я расскажу, как 100% способом на ПК, да и PlayStation создать соло-сессию, и какие способы на данный момент, на феврале 11-12 число 2020 года, уже не работают. Всем привет, с вами Готика, Готика и Сократ. Ну, соответственно, при помощи этого способа вы также останетесь одним в сессии, и животные магическим образом вернутся, и вы сможете спокойно набивать ими ваши повозки, формить мясо, выполнять дейлики, особо ничего делать при этом не надо. Значит, для этого нам понадобится лагерь и запустить миссию по доставке товара крипса. Чтобы началась миссия, и не важно, что там будут мешки, телега и так далее. Также в меню L нам надо нажать отряд, социальная игра, выключить это для того, чтобы игроки к вам не могли присоединиться. Точнее, чтобы вы при подборе сессии не присоединялись к вашим друзьям. То есть, когда нас перекинет в одиночную сессию, чтобы нас не перекидывало к друзьям, у которых уже есть какая-то сессия с каким-то количеством игроков, вы остались один, поэтому этот пункт очень важен и обязателен. То есть, надо выключить подбор игроков. В социальную игру, точнее. Далее, мы, соответственно, просто ждем, когда закончится таймер. Что делать потом, я расскажу чуть позже. Для начала я расскажу, какие способы являются неэффективными. И на данный момент это бессмысленно. Можете даже этого не проверять, мы это проверили. Во-первых, через охотника за головами, через баг лагеря. То есть, мы постоянно спауним вкладку разместить лагерь. Он куда-то переносится и ждем, когда он начнет баговать, после чего мы, соответственно, запускаем миссию, садимся на лошадь и быстро убегаем. И тогда нас, по идее, должно перекинуть в другую сессию. На ПК данный способ сейчас уже не работает. Также не работает способ при помощи незнакомцев. Когда мы запускаем миссию случайной у незнакомцев, также через друга, через хом мы прыгаем на него и оказываемся в одиночной сессии. Этот способ на данный момент уже тоже не работает. То есть, это на февраль 2020 года. На данный момент работает второй способ, если вы не хотите воспользоваться этим 100% способом. Но единственное, что надо ждать, пока закончится время миссии. Это через самогонного аппарата. Сейчас я покажу видео, как это происходит. Для этого надо зайти, прыгнуть на хижину самогонщика. Выбрать неагрессивный режим. То есть, режим защиты, так сказать. После чего выбираем также социальную игру на «Выключить». Запускаем миссию по путлегерству. После чего нас кидает в одиночную сессию. То есть, этот способ работает на ПК, на плойке, на Иксбоксе и так далее. На консолях он со 100% вероятностью работает. На ПК тут процентов 80-70, что нас кинет в одиночную сессию. То есть, две попытки из трех нас кидают в одиночку. Вот при этом способе мы 100% окажемся в одиночке. Также, если запустить миссию легендарного охотника за головами, мы получим свободную сессию со 100% респауном животных. Миссию при этом можно не выполнять. То есть, запускаем, допустим, Бориса Мишку. Делаем свои дела по дейликам. То есть, там попугаев, там еще грифов каких-нибудь. Спокойно формим. Набиваем тушками, мясом все собираем. После чего, выполняя миссию, получаем огромное количество опыта. Но при этом мы оказываемся в одиночной сессии, при которой нельзя перевозить телеги. Сейчас, когда, соответственно, таймер подходит к нулю, нам надо с вами нажать на крипса, то есть, на стол мясницкий, и дождаться, когда таймер обнулится. И нам сообщат то, что миссия провалена. После того, как вы это сделали, и миссия оказалась проваленной, мы нажимаем запустить миссию заново. То есть, мы не выходим из этого меню, а прямо в этом меню. Мы остаемся в этом меню и запускаем миссию заново. После чего нас со 100% вероятностью выкинет в одиночную сессию. Вот. Что касается миссии по поводу моего предыдущего ролика, где надо было через меню переодеваться, то есть, менять облик персонажа, тут попал другой баг, это с бесконечной загрузкой, при которой надо только через Alt-F4 выходить из игры. То есть, можно поймать экран бесконечной загрузки, и тут уже ничего не поделаешь. На консолях такой проблемы нет, а вот на ПК есть. Вообще, в принципе, при смене сессии есть вероятность поймать бесконечную загрузку. На данный момент я, к сожалению, не знаю, как с этим бороться. Я шуршу Reddit, смотрю зарубежных блогеров на эту тему, и пока, к сожалению, никакого варианта нет. Если у вас есть какой-то вариант убрать эту бесконечную загрузку, обязательно сообщите мне, я упомянул об этом в следующем ролике. В общем, для вас старался Сократ. Дискорд, как всегда, в описании. Помогаем с телегами, помогаем новичкам, грабим чужие телеги. В общем, все как обычно. Все ссылки в описании. Обязательно ставь палец кверху, потому что найти этот способ было проблематично, а проверять десятки фейковых способов создания одиночной сессии тоже тяжеловато, потому что порой бывает до абсурда доход из серии «Угоните поезд» и в поезде нажмите там какие-то комбинации кнопок, плюсы увеличьте, заспауните лагерь и так далее. Это полнейший бред. В общем, вот так. Все. Пока. Всем пока. Готика. Сократ.